В преддверии череды отпусков поговорим с вами о наручных дайверах, лучшем аксессуаре для активного отдыха у воды. Если раньше морские глубины исследовались только в военных или научных целях, то сейчас это может сделать любой желающий, при этом испытав огромное количество эмоций. А мы отобрали для вас 5 моделей, которые идеально подойдут для прогулки на море и выдержат любые испытания. С вами Best Watch, меня зовут Илья и мы начинаем. Citizen Pro Master Aqualand. Первое и самое важное замечание, у этой модели имеется сертификат по стандарту дайверских часов ИСА-6425. То, что часы подойдут профессионалам, понятно сразу, по перечню функций. Глубиномер до 50 метров и память глубины последнего погружения. Модель оформлена в характерных для часов такой категории сине-красных тонах. Она довольно крупная, что логично, ведь ей под водой нередко управляют рукой перчатки. Но сама коробка лаконичная, внутри часы на ремешке и еще одна запаска. Последняя опять же является прямым доказательством того, что перед вами сугубо профессиональный инструмент. Потому что к ней прибегают в случае, если гидрокостюм оказался слишком массивным и длины основного ремешка не хватает. Диаметр корпуса составляет 47 мм. А с учетом высоты датчиков глубиномера и выступающей заводной головки вообще достигает 50 мм. Часы массивны еще и в высоту 15,9 мм. Ну и на руке вы их точно ощутите. Их вес с учетом каучукового ремешка составляет примерно 140 грамм. В качестве основного материала выбрана сталь. Только накладное кольцо безеля изготовлено из анодированного алюминия. На накладное кольцо нанесена традиционная минутная шкала. Первые 20 минут на которой для комфортного отслеживания времени погружения, выделенный ярко-бирюзовым цветом. С левой стороны корпуса расположен глубиномер. На его поверхности располагается мембранная сетка, определяющая текущую глубину погружения на основе измерения давления воды. Для этого и нужна круглая структура с небольшими круглыми перфорациями. Сквозь нее вода попадает внутрь защищенной части корпуса и взаимодействует с мембраной. Заявленная водонепроницаемость часов составляет 200 метров. Над циферблатом расположено плоское сапфировое стекло с AR-покрытием. Компоновка датчиков максимально продумана. Оказавшись под водой, эквалент автоматически переходит в режим погружения, используя центральную красную стрелку для индикации текущей глубины. Следить за ней нужно по шкале с разметкой от 0 до 50 метров на периферии циферблата. Дополнительный циферблат под отметкой 12 часов используется для индикации максимальной глубины. Несмотря на то, что часы оснащены хронографом, его нельзя использовать одновременно с режимом погружения. Поэтому для измерения продолжительности погружения до 60 минут необходим стандартный дайверский безер. Хронограф в данном случае рассчитан на 50 минут. В качестве его накопителей выступают основная секундная стрелка и верхний суд циферблат. Чтобы перевести стрелки на циферблате в режим хронографа, необходимо нажать на нижнюю кнопку на боковой стороне корпуса и удерживать ее в течение 3 секунд. Произойдет оборот секундной стрелки 3 раза. Далее часами можно пользоваться, как и любым хронографом. Что касается механизма, японцы остановились на мануфактурном парцевом калибре B741 с технологией EcoDrive. То есть часы заряжаются от любого источника света. Каково его состояние на данный момент, можно понять по индикатору запаса хода. Это секторный отрезок вверху минутной шкалы с надписью LV2 – это максимальный уровень заряда, LV1 – средний и NG – минимальный. Если вкратце, полностью заряженные часы способны проработать в автономном режиме порядка 60 суток. Также здесь есть стандартная апертура даты на 3 часах. Огромные стрелки и крупные накладные метки покрыты обязательным для дайверов люминофором. В целом перед вами ультрапрактичный профессиональный инструмент. Он отлично вписывается в агрессивный casual стиль. Даже при небольшом запястье, как у меня, 18 см, часы сидят как влитые, благодаря тому, что Ситизен уделяют большое внимание не только дизайну, но и эргономике. Следующий на очереди швейцарцы – Swiss Military by Chrono. Название коллекции – Automatic Dive Watch. Подчеркивает две главных особенности часов. Во-первых, они созданы для энтузиастов дайвинга, а во-вторых, работают на автоматическом, а не на кварцевом калибре. Оформление модели соответствует всем канонам наручной спортивной классики. С лицевой стороны часы монохромные, окрашенные в традиционный черный. Это повышает контрастность читывания данных в условиях плохой видимости. Модель имеет стандартный 44-мм диаметр и выглядит как достойный повседневный аксессуар. Корпусы однонаправленно вращающейся безель на 120 кликов изготовлены из нержавеющей стали. Корпус покрыт черным PVD-напылением. А безель оснащен кольцом-вставкой из прочной высокотехнологичной керамики. Что касается водозащиты, она и впрямь впечатляет – 500 метров. Вряд ли вы будете погружаться на такую глубину без специальной подготовки, но мысль о том, что ваши часы априори на это способны, точно будет греть душу. С левой стороны корпуса расположен гелиевый автоматический клап. Еще один обязательный гарант высокой водонепроницальности. Ну а с правой стороны мы видим стандартную завинчивающуюся золотую головку. Лаконичный циферблат имеет двухуровневую структуру. Его основная часть утоплена вглубь по отношению к наклонному фланцу с минутной шкалой. На все элементы индикации нанесен обязательный белый люминофор. Около трех часов мы видим традиционное окошко даты. Часы собираются в ателье марки вручную. Внутри швейцарский автоматический механизм. В зависимости от артикула это могут быть движки от фабрики Ронда R150 либо Селита SW200. Запасом хода примерно 40 часов. Их, кстати, видно с оборотной стороны, благодаря сапфировому окошку. На руке часы сидят как в литере. Это универсальный вариант на каждый день. Такие часы сочетаются фактически с чем угодно. Кроме, пожалуй, классического костюма тройки. Все-таки каучуковый ремешок придает им отчетливо спортивный, а не классический характер. Но их способность без вреда для точности хода опускаться на полукилометровую глубину это очень важный бонус для тех, кто увлекается погружениями соклованка. Переходим к дайверам от отечественного производителя. Марки Слава. Коллекция Садко. Премьера двухгодичной давности ограничена пятью сотнями экземпляров. Чем она интересна? Давайте посмотрим. Часы поставляются в солидной коробке. Достойны этих часов. Полированный стальной корпус стилизован под силуэт гусли. Такую форму еще принято называть «бычья голова». Так же, как и у исторической модели Садко, которая выпускалась небольшими тиражами вторым московским часовым заводом в 70-х. Водозащита русских дайверов составляет 500 метров. Поэтому их архитектура предполагает наличие гелевого клапана. К внушительному корпусу добавлен стальной литой браслет на три сбина. Управлять функциями можно с помощью заводной головки, размещенной в нестандартном положении, а напротив метки в один час. Работает релиз на аутентичном советском механизме 2427, второго московского часового завода. Он производился с 1973 года и среди всех выпускавшихся тогда калибров был признан со временем самым функциональным и популярным. Ну а если взглянуть на часы сзади, то можно увидеть достаточно богатую гравировку. Тематика вполне понятная. Садко играет на музыкальном инструменте, стоя посреди бурных волн. Поклонники советского винтажа оценят скрупулезность, в которой мастера бренда Славы подошли к оформлению модели по мотивам. Синий-красная гамма, поворотный бизель с боковым рифлением и очень насыщенный циферблат. Остальные элементы индикации четко соответствуют требованиям, предъявляемым дайверским часам. Крупные формы, обязательный люминофор, все в наличии. Еще один интересный нюанс – это кириллические надписи на циферблате. Помимо названия марки, буквы кириллического алфавита появляются в апертуре даты, обозначая текущий день недели. Единственное «но», на котором я мог бы акцентироваться – минеральное, а не сапфировое стекло. С другой стороны, такое решение удешевляет финальную стоимость часов. Возможно, такая форма и подача подойдут не всем, но поклонники винтажной советской наручной классики точно высоко оценят такую модель. На очереди микробренд Спиннакер. Поговорим о модели из семейства Крофт. В оформлении сбалансированы современные и винтажные черты экстерьера классических дайверских часов. Линейка создана в честь Роберта Крофта, одного из основоположников современного фридайвинга. В 1967 он стал первым человеком, который смог нырнуть на одном вдохе на 64 метра в глубину. Стальной корпус диаметром 43 мм имеет олдскульную дайверскую водозащиту в 150 метров. Матовая поверхность металла – результат тщательного сатинирования. А безель с репленными боковинами дополнен алюминиевой вставкой темно-зеленого цвета с обязательной минутной разметкой. Крупная завинчивающаяся заводная головка не имеет боковой защиты в виде наплывов на корпусе, как это было принято раньше. Толщина часов вместе с выпуклым сапфировым стеклом составляет 14 мм. В комплекте идет стальной браслет на три звена, также тщательно мотированный. Оформление циферблата сразу бросается в глаза. Во-первых, благодаря заметной зернистой поверхности. Во-вторых, горизонтальному градиенту. Обращают на себя внимание и индексы со стрелками, окрашенные в винтажно-кремовый, а не в привычный белый. Как и на всех дайверских часах, на них нанесен люминофор. Секундная стрелка в данном случае вынесена на отдельный субдиск с круговым гильяшированием, размещенный между 4 и 5 часами. Еще один атмосферный нюанс лопан над апертурой даты, своей формой напоминающей иллюминатор. Что касается калибра, это автоматический японский движок Miota 8218 с запасом хода в 40 часов. Движение механизма мы можем наблюдать через прозрачную заднюю крышку. Часы в таком дизайне можно смело назвать костюмником спортивного типа. Это подчеркивает и наличие традиционного браслета и уклон в сторону ретро. Спокойный дизайн, красивое зерно на циферблате, цвет которого тоже впечатляет. Плюс матовый сатенаж корпуса и браслета. Все вместе создают красивый и продуманный ансамбль. Закончим сегодняшний обзор великолепным лимитированным тунцом от мануфактуры Seiko. Лимит серии 1200 экземпляров. Премьера 2021 года унаследовала все ключевые конструктивные особенности исторических оригиналов. Монококовый титановый корпус защищен кожухом из циркониевой керамики, которая прочнее стали в 7 раз. Кожух крепится к корпусу четырьмя золотистыми винтами. Они выделяются даже если взглянуть на модель с лицевой стороны. А благодаря специальным L-образным уплотнителям часам не требуется гелиевый клапан. Для безопасности на боковую часть заводной головки нанесена надпись LOG с указанием направления ее завинчивания. В качестве дополнительной меры предосторожности в тот же ярко-желтый цвет окрашена трубка с резьбовым соединением, что позволяет владельцу сразу видеть, когда заводная головка отвинчена и часы не готовы к погружению. Модель достаточно крупная, 49,4 в диаметре. Безель также изготовлена с титана. А так как часы имеют монолитную конструкцию, задняя крышка фактически отсутствует. С оборотной стороны модель дополнена традиционной для всех дайверов сейко-гравировкой в виде волны. Водозащита под стать статусом. Тысяча метров ровно. В комплект входит два гофрированных силиконовых ремешка. Один синий и другой черный. С компоновкой циферблата все предельно ясно. Это лонный стандарт дайверской классики. Пластина основы окрашена в темно-синий градиент. На три часа нанесена сдвоенная апертура дня недели и даты. Накладные часовые индексы, метко на безеле и стрелки покрыты люминесцентным составом LumiBright. В качестве мануфактурного движка инженеры сейко остановились на кварцевом калибре 7C46, имеющем магнитное сопротивление. Заявленная точность его хода 15 секунд в месяц при пятилетнем сроке службы батареи. Выдающиеся часы страны восходящего солнца. Часы с такими свойствами, как антимагнитность, противоударность и внушительная водозащита станут идеальным дополнением к любой коллекции. А также, несомненно, порадуют поклонников сейко. Тем более, что коллекция лимитирована. Это были пять крутых дайверов от разных брендов. Берите на заметку и вперед покорять морские глубины. Кстати, напишите, увлекаетесь ли вы дайвингом и какие часы вам помогли исследовать подводный мир. Будет интересно почитать. И, по традиции, подписывайтесь на нас и ставьте лайки. С вами был Илья, Best Watch. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok